Да, всем привет, ребята. Мы с Никитой продолжаем вас радовать атомными шахматами. А вот знаете, Евгений Алинович Свешников недавно была с ним обширная интервью. Вот он считает, что сильнейший ход математически за белых это Е4, а я считаю, что в шахматах за белых сильнейший ход Кони Ф3. Кони Ф3, да. Чтобы это доказать, мы решили показать вам, что в атомной шахмате ход Кони Ф3 точно сильнейший. Значит, и в обычные шахматы тоже. По-моему, логика железная. Ладно, Никит, давай, 15 партий. Ну да, я думаю, на часик, на минуту на 40. Давай по-другому, давай в 12 закончим. Да. Хорошо. Так, так. Почему так играет Д4, хотя мне кажется, что-то не сильнейший ход в этой позиции. Как говорится. Ж3, да, дебют рейд в чистом виде. Дебют рейд в атомных шахматах. Предлагаю, разве я отказал слова? Наверное, это глупая идея. Нет, не верю. Тогда Кони пойдет тоже в 4. Видимо, Кони остается без фигуры. Да. Что поделать? А, тут еще сюда меня не пускаешь, да? Черные хотят, видимо, срабатывать в 1. Ну, это не угроза? Угу. Попробуем. Так, конечно. Нет, тоже не страшно. Да, вроде как это полный паралич. Тут тоже приостановим. Так, вот это уже неприятно. Не, ну просто вообще, в белых не играет ни одна из фигур из этого ствона. По-моему. Ну ладно, в общем-то. Взял, наверное? Что делать? Сейчас мы увидим камбэк, наконец-таки, в исполнении не дуэта, а именно одного херрива. Кстати, в шахмах, в этих, это удается, самым главным фигурой активизировать как-то. Так, какие-то уже огромные. Слон Е3 грозит. Не, видимо, это безнадежная позиция. Слон Е3, да, тяжело. Ну что, отошел. Да, пока держится из последних сил. Теперь, если сыграть Слон Е3, я только срочно лав за ру. К сожалению. А может, не к сожалению. Так, надо каким-то образом подключить еще фигуру. Блин, я вот, конечно, рассматривал ФРСД2, но ладно. В смысле? Ну вот сюда полезно. Так, куда, куда, куда это? Ну куда-то туда. Может, хочется на А7 взять, забрать у меня фланг? По-моему, мои грозы старше тут. Ну пока шахи поуписли. Закончились, да? Не, но ФРСД1 страшный год. У меня на КРД2 как-то бежат. Я не знаю даже. Ну согласен, КРД2. Ну как ни странно, пока... Все держится. Ну врат ты, конечно. ФРСД5. О, ФРСД5. ФРСД5 и Е4. Да. Ну да, и тут уже черные пришли совсем. ФРСД3 грозит неотразимо. Ну да, по-моему, все. Ну да, здесь тоже. Да, тут ФРСД2. С большим взрывом. Вообще, могучим. Я только белыми буду играть сегодня. А, нет, у меня галлюцинация уже, прошу прощения. Сюда. Сюда. У меня 6. Да, и гроза черных старше. То есть КРД5 сыграть... Стоп. А что на КРД5? А-а-а. Типа, если... Если Аберон С7, то... Привет будет. Это довольно неприятная новость. Ай-яй. Без фигур, по-моему. Да, похоже на то. Ну, может быть, какой-нибудь случайный шанс. Похоже, что нет. Ну, ладно, Аш-3. Что делать? Фигура за пешку отдал. По-моему, черт, у меня никакого смысла не брать коня, потому что... Иначе он С7 придет. Да, еще один размен. Я не уверен, что он G4 и Кирилл хорошо сыграл. Теперь ладья H7 подграживает. Ну, это не угроза. Ну, да. С разом, конечно, нет. Может быть, потом. А-и-4. Как подключить тюрзя? Наверное, не очень хороший ход. Слон G4, мне не очень нравится ответ. А еще, Кирилл, как-то подозрительно молчит. Да нет, я просто Петя мне прислал сообщение. Я в телефоне копаюсь, читаю. Понятно. Так, ну, наверное, побить можно. Ничего страшного не вижу. Шах? А, Слон G6. Слон G6, да. Ладно, попробуем тогда все-таки взять H7. Пешку съели, может, тебе FH5 подграживает. Хотя тоже, конечно, неубедительно. С другой стороны, если черные забьют королевскую зла, то FH5 уже выиграет партию просто. Так. FH5, да, такая идея печальная. FH5 вообще сильно, потому что у нас G6 всегда FH7 будет. Да, FH7 стоит сыграть. Тут, конечно, слон E3. Я вот это увидел. Да. И слон на E2, видимо, идет. Да. С другой стороны белые могут создать... Нет, не могут. Думал, что белые могут создать контур-розу после FD3 и FG6, но там черные выиграют, потому что он FH3. Все, так играть надо. К сожалению. Так, ну я, по-моему, партию закончил, нет? Тем временем. Каким образом? Пошел FH2. Ну, ты ее закончил, только не совсем так, как хотели. Нет, я ее закончил, потому что на своем шахе можно взорвать Сюгуру. Да, и один из соперников оказался незнаком с правил. Это довольно неожиданно. Примерно сотни партий этого сыграл. Да я сам недавно только узнал. А делать вход, который не защищает от шаха можно? Да. Тоже? Нет, можно только взорвать. Только заканчивать партию. Понятно. Надо подумать, меняет ли это что-то для нас. А счет какой? 1-1? Да. Чувствую, это будет долго. Хотя мы до 12, 30 минут еще, С6. Да, видимо, куда 6 идей играло, то уже заслуживает внимание. Сразу. Я, кстати, ни с кем не играю. В атомные, но только с тобой вообще. То есть, ну... Я тренируюсь сидями и ночами просто. Так что у меня явное преимущество. Вот видишь, что ты тоже D5 втыкаешь черными? Потому что это неприятно. И вот походы типа H3 это не угроза. Ну что ж поделаешь. Не угроза, так не угроза. То есть, он ты тоже создал, не создал угрозу. Нет, почему? Я хочу линюаш вскрыть. Она полезна. Давай. Мне кажется, что линяш это... Ну, твоя идея тоже понятна, но... Вскрывай, если хочешь. Но... Ну что... Не знаю, мне кажется, что не стоит брат на D4. Да. Кирилл решил абсолютно так же. Тебе грозится на H7 очень неприятно. Придется, видимо, защищаться от этого врота. 35, да? Да. Конечно, белые захватили некоторую инициативу. Не, ну я не хочу слона такого менять. Такого слона? Просто если ты его не поменяешь, то черный поменяю. Ну поменяешь и поменяешь. Если ты поменяешь, то играешь. Точно. Да, точно. И все равно то же самое конь H7. А если взрываешь, то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну обманул, нет, Никит? Не знаю, такой еще ход. Такой ход, да? Да. Стоп, а на F3 что? Не знаю. Может вообще все херам взорвать? Я думаю, что самое простого. Ну вот так вот все я расщеплю. Вот так. Ну да, ну правда, конечно, отдал атакующего коня, но зато лишнюю фигуру. Ну да, лишнюю. Угу. У меня H7 какой-то еще есть. Ну это не так страшно. Чего-то надо каким-то образом короля убрать. Это не факт, что это так легко сделать. Моя проба коня H6. Попробую, да, контролирую уйти. Так, мы перекрыл. Нельзя пускать туда. Совсем уж так. Вообще, как-то подозрительная позиция. Хочется мат дать. Так, ты куда целеустремился? У тебя ни одного поля по черным полям нет. Я, если честно, просто хочу в длинную сторону рокировать, чтобы просто мат не получить. Угу. Личная фигура, в конце концов, это Атам и Шахматы. К тому же я заметил тенденцию, что Кирилл лучше в осложнениях и в позициях с атаками на короля. Но когда дело доходит до рейндж, приятного спасают даже очень плохие позиции. Что там без материала. Так что... Менять ферзей это, видимо, как редо, не только в Шахматых, но вообще... Ладно, не нравится мне твой конь. Хорошо. Бежал. Ну и как-то сюда, наверное. Куда ты пошел? Видимо, конь бы шею грозит. Да, конь бы шесть. Как-то непонятно, как от эту угрозу защищаться. Хотя, ну, белый тоже себя чувствует. Вот если сейчас вот представить, что все фигурки подменялись, тут не факт, что это выиграно. Так, ну стоп, это... Это в чью сторону вообще. Не знаю. Я не видел, как иначе защищаться нормально. Ну что же не защита? А, ну так, да? А, зачем я сам B4 включил? Можно сразу взять. Это выставляет ли цитрить я на пункт. Ну да, согласен. То дело, скорее, не то, что личная фигура, а в том, что белый более активная фигура, конечно. То есть, Элади. А Диана один в том числе. Элади, да, активная. И времени мало. Ну, наверное, уже пора включать. Кома-то включил. Я тоже попробую что-нибудь включить. Секунд, 8 очень неприятно угроза. Во времени мы с тобой проседаем. Записывается вообще все это дело? Да, записывается? Без понять. Что делать, что делать? Как тебя сдавать на защищаться, я вообще не имею никому понять. Ну, без лади поиграть. Да, хороший план. Ну, тут, наверное, все понятно. Ну, король флага. Не щекировать могу. А где я куда-то пошла? Шла. О. Сюда. Сейчас матом следующий ходом. Да, мат неизбежен. Наверное, так же, 4. Ну, или флаг снизу. Достал. В общем, напряженная концовка, но черным не хватает времени. Очень сильно. Происходит учаянная рубка флага. Да, и 2-1. Да. Ирил жестко снес флаг. Да. Конечно, какой-то мат должен был быть, да? Ну, конечно. Ну, просто взрываешь пешку, видишь свою. Ход белых. Конь в 3. А на что, другое вопрос какой-то, наверное, да? Ну, конечно. Ну, так. Теперь так. Это уже неприятно. Не знаю, в чем идея эта подводка. Куда ты стремишься? Не исполнить. Куда ты стремишься? Мы тоже будем кодстримить. Тоже куда-то стремится. Тем, что это конец 5 есть вот неприятный. Я тоже считал. Давай попробуем. Так. Ну, видимо, мне нужно брать. Да, что это очень подозрительно выглядит. Помню, без ферся, что ли, получается, ничего. Буду сказать. Не жених в России никакого. Ну, ладно, давай взял. Пошел дальше. Ну, как бы все взять, когда защищать? Не понятно. Не, ну, понятно, как. Как? А, блин, я думал, ты на F7 заливишь. Я знаю, всем туда, извиняюсь. Там, если как всегда удобно, тогда что... Хоть же 4, можно подземнуть, чем в итоге. А то, ну, я не опустомат. Ну, да. Конь вновался. 2-2. Дебюту. Ммм, F6. Я надеюсь, что, Кирилл, нифига, откуда ты мне не придется думать, что делать против этого. Ладно, D5 попробую. Взял. Не знаю. Кирилл почему-то очень любит менять белополов, это немножко странно. Хотя вот тут... Да, тут оказалось сильнее, чем я думал, наверное. Не, наверное, я сильнее. Могу ли я сделать? Макит, у меня пропал звук. Опять что? Это ваш... Проблема, в принципе. Это ваш не было... Приделось немножко повисеть. Это ваш не было мега-клеб. Не случился лечить эту проблему? Да, учился. Хорошо. Я думаю, что меня все еще слышно в эфире. Надеюсь, что Кирилл не будет вытягивать своими поправками. В противном случае броник флаг в этой партии. Ну... Ну... Я думаю, что это очень полезно. Я думаю, что... Хороший игл.